Ветераны конфликта в Афганистане и Чечне организовали в Чебоксарах автопробег в поддержку солдат операции на Украине и присоединились к всероссийской акции «Своих не бросаем». «Своих не бросают». Многим участникам акции эти слова доносятся из прошлого. Мы сегодня отсюда стартуем и хотим показать всему городу, что ветеранские организации поддерживают нашу армию. Мы знаем, что такое военная специальная операция. Мы понимаем, как это происходит. Поэтому мы поддерживаем нашу российскую армию в этой тяжелой работе. Некоторые поддерживают не просто своих коллег, но и своих друзей и знакомых, которые сейчас за сотни километров от дома, за мир. Это очень тяжелая работа. И приходится жертвовать жизнями наших военнослужащих. И понимая, как это все происходит, мы не остаемся равнодушными и поддерживаем наших сослуживцев, с кем мы служили ранее. Там знакомые есть, сослуживцы, однополчане. Душой где-то там, рядом с российскими солдатами. Я хочу показать, что мы душой и всегда вместе с ними. И хочу поддерживать своими поступками, которыми мы сейчас сегодня участвуем в автопробеге. Патриотическое воспитание в семье Свишниковых начинается с юного возраста. Отец – участник боевых действий, прививает любовь к родине и сыну. Это морально помогает нашим бойцам, поддерживает их, чтобы они знали, что мы всегда с ними и поддерживаем. Сегодня здесь собрались все, кто не понаслышке знает цену миру. Все общественные организации республиканские наши собрались сегодня. И афганцы, и чеченцы, и пограничники, и десантники, и моряки, и спецназ. Все объединились, чтобы все вместе показать, что мы в единственной силе, что фашизм мы победим по-любому, своих мы не бросаем. Автомобили с флагами проехали по главным улицам города. А завершилась акция возложением цветов на мемориале, павшем в военных действиях в Чечне и Афганистане. Татьяна Трофимова, Маргарита Мельникова, Екатерина Никитко, Сергей Емельянов, Республика.